ЗАЛИЛОВЫ Двухкомнатная квартира взята в ипотеку в новом микрорайоне Репина. В молодом районе сдан лицей номер 101. Готовится к воду в эксплуатацию детский сад. Своей квартирой ЗАЛИЛОВУ принимали дорогого гостя, губернатора Сергея Морозова. Вкусно, нет? Потом мне дошло. Мне тоже не дошло. Вкусно. Так, я тогда ее съем. А ты вот это попробуй. Да, вот это. Ну ты, а вот тоже. Пробуй. Вопросы помощи семьям обсуждались на заседании Демографического совета, который прошел в здании строящегося садика. Глава области напомнил собравшимся, какие меры стимулирования рождаемости предложил президент. Действие материнского капитала продлено до 2026 года. Он вырос и будет вручаться с рождением первого ребенка. Семьи с детьми до 7 лет начнут получать дополнительные выплаты. А учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. В 2005 году, не устало, все, кто занимается семейной и демографической политикой, говорили, что наша главная национальная, региональная цель – это сбережение народа. Взяв за основу слова Солженицына. Сбережение, приморожение, улучшение жизни наших жительников – вот именно это и является тем приоритетом, которому, как минимум, я все свои годы работы губернатором, адресом мэром посвятился себе. С лета мамы до 25 лет, родившие первого ребенка, смогут получить по 100 тысяч рублей. А с января этого года семьи, собравшиеся строить дома, смогут получить по 300 и 700 тысяч рублей по капиталу семья. Важным обстоятельством стала отмена критерий нуждаемости. С Нового года начали вручать подарки новорожденным. Самым главным проектом в 2020 году будет организация службы семейных консультантов. Это сложнейший процесс, когда семейные консультанты, собственно, работают на территории всех муниципальных образований. И уход от системы заявления, от заявительной системы, когда в социальную службу приходит семья, к навоявительной системе, когда мы понимаем, что вот сейчас этой семье надо помочь. Озвучил губернатор и ряд предложений, над воплощением которых будут работать в ближайшее время. В детских садах может остаться плата только за питание. Губернатор привел примеры Ульянска и Димитровграда, отменивших плату за проезд для школьников. Им должны последовать другие муниципальные образования. А муниципалитеты, которые уделяют семье наибольшее внимание, могут быть поощрены грантами. Егор Титов, Данил Сурков, Новость Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова